Начнем наше занятие и попробуем вернуться к теме лестницы лифтой пандусы. На прошлом занятии мы с вами не отметили минимальные размеры ширины лестничных клеток. Это очень важно, потому что у нас на лестничных клетках теперь устанавливают то, что они называют пандусом. Что приводит к сужению лестничных маршей. Лестничный марш должен иметь размер для одного и двухэтажного здания не менее метра 5 сантиметров ширина. Рослодокная ширина метр 20-1200 миллиметров. И ширина, естественно. Уклон, может быть, у лестницы, он связан с величиной подступенка. Значит, у нас ступенька имеет ту часть, о которой мы сейчас берем, и она называется подступенка. Вот как выглядит на самом деле хорошая лестница. Вот это подступенка. А это, собственно, шаг. Значит, не менее... Вернее, максимальная высота 140 миллиметров. Довольно тяжело подниматься по таким близителям. Но 150 еще сейчас встречается. Это неправильно. В общественных зданиях, и в частности в спусках в метро, не может быть подступенок больше 100 миллиметров. Потому что значительное количество людей спускается, поднимается в общественных зданиях. Вот это загубление должно иметь радиус диаметра 5 сантиметров. Так, перстень. В высоту. Есть на него и разготавливают в лестнице. К лестнице плавно подводят нас к лифтам. Лифты. Перед лифтами есть лифтовая площадка. Ее ширина тоже загастирована, то есть простоит нормам и правилам. Вот лифтовая шкафка. Вот тут у нас лифт. Лифты у нас, я вам сразу два варианта нарисую. У нас есть старые лифты, вы все их знаете, есть грузоподъемность 400 килограммов. 400 килограммов. Считается, что у них может, ну, вообще не более 4 человек, если вам, ну, 5. Их просто по их размерам не помещается. Пятеро – это битком набито. Такие лифты, лестничная площадка перед ними должна быть не менее метра двадцати. Ищет 200 килограммов. А вот тогда у нас большой лифт, он бывает двух видов. Он в ширину развит. Ну, вы большинство из вас по-видимому, да, но бывает в глубину. Тоже это связано с колясочниками. Потом, вот это вы часто видите в больницах, очень большое количество общественных зданий. Ну, здесь 2100, ну, все знают, они глубокие, и более, самая главная, это их ширина. И перед ними, а это грузоподъемность, они не очень большой, 630 килограммов. Считается, что может поместиться восемь человек, сухопственно. Ну, человеки такие, 85 килограммов. И какие же перед ними площадки? Площадки перед вот этим лифтом резко больше. Метр шестьдесят, тысяча шестьсот. Это минимальная величина, минимальная. Тысяча шестьсот килограммов. Потому что считается, что, ну, сюда большее количество людей должно заходить. Ну, ничего подобного. Можно сколько угодно встретить, шириной тысячи двести, тысячи триста. И это особенно актуально для тех умников, что покупают новые квартиры в новых домах. И получают лифты, давно запрещенные к размещению в таких домах. Вот, с несоблюденными нормами припроектирования ширины лестничных клеток, лифтовых площадок, что связано с эвакуацией душ, с мебелью, с противопожарными мероприятиями и так далее. То есть они не глядят в план, не интересуются, что-то мы вообще их подумаем. Это типично для наших покупателей. Пантусы. Пантусы. Это очень модное слово. Дву выучили лет восемь назад наши чиновники. Вот, и заявили, что наши малоподвижные граждане, их так называют, нет то, чтобы инвалид в колесочек, называть нормально совершенно. Вот. Все эти малоподвижные граждане на коляске носятся сбежную скорость. То есть, если жизнь удалась вообще, я не знаю, какие они малоподвижные. И надо срочно спуски сделать. Спуски они обозвали пантусом. Вынуждено вам сказать, что это конструкшн, который мы видим на спусках метро. И в абсолютном большинстве наших первых этажей полностью что делает? Повторяет силуэт лестницы. Да? Никакого отношения к пантусу. И к СНИПу не имеет вот этого вот безумия. Не поднять коляску, не попустить только с риском для жизни лично, не только младенца, потому что под этим углом. А лестницы имеют угол, угловно. Лестницы имеют углов. Значит, они почти все от сорока градусов. То есть, ребенок просто выпадет из коляски при вот таком вот наклоне. Ну, наше дело про Букарик, хотя там хоть и расцветает. И граждане-то они, за другим счетом, в этом смысле, не пищат. И огромные деньги в это вставлены. Ну, это ничего общего. Со спуском колясок детских и инвалидов и спуском пожилых людей не имеют. Потому что пожилой человек не умеет кататься на этих самых таврах. Вообще-то, они как все это представляют, что он вот так две ноги расставит и поет. Это бред, понимаете? А все дело в том, что фондусы в нашей стране получили серьезное распространение в жилищном средстве вообще. В силу того, что к ним очень жесткие требования. Они имеют очень малые углы уклона. И поэтому они, Марина Петровна, значит, при определенной углоне, 5 градусов вообще в отношении, 1 к 20, на метр подъема 20 метров генопандуса. Понятно? Нормативно. Поэтому в знаменитом музее Гуменхейма там пандусами обошлись. Никаких лестниц, так и ходят по спирали. Потому что это, наверное, более удобное расположение такого вот сооружения. И большинство... Мы сделали там распечатку по пандусам, по-моему, оставили на... И для автомобилей, то есть многоэтажные гаражи, заграбельцы, они пандусного типа в абсолютном своем большинстве. А вовсе не то, что мы тут... Вот я тут вижу с разумлением, наблюдаю. Ну, это дело автомобилистов. Пусть свои полумиллиона платят за неправильности. Вот. А мы вернемся к нормативам. Четырех всего несколько. И все они твердо связаны с возможностями колясочников передвигаться на коляску. То есть это вот такие вот укроны. Вот укроны потребности. То есть этот пандус должен выехать из нашего дома. И далеко распространяется, тершись там где-то у соседнего дома остановиться. Если мы ездим на коляске. Мы должны делать, это нереально, да? В таком случае надо делать подъемники, то есть коляску вот у цыпляров, ну, вы все знаете, да? Электрическим теклером поднимают. Ну, такое счастье... А что? Не смешно? Нет. Что тут? Нет. Воспечащие люди изможут. Вот. Но это далеко не все. Я очень мало видела домов. Вот тут, вы знаете, да? Прикреплена такая специальная конструкция, они ее подхватывают и просто везут. А там сами по себе пандусы вот требуют специфических, значит, уклонов. А именно, значит, самый большой допустимый уклон один к десяти. Здесь еще один к восемь, в определенных условиях. И описанные эти самые требования к пандусам в специальном СНИПе, в разделе. Сейчас у нас есть СНИП для малоподвижных, департамент жилых зданий для малоподвижных граждан. Это 35.01, с ним известный, довольно. 35.01, 2001 года. Ну, вот это вот расписано по мусору. Может, это четко. И под это есть актуализированный он может быть. Версия СТ-59, это может быть... О, он все равно выскочит, эти СТ-59. У них ужасно длинное название. 13.300. По-моему, 300. Что-то такое, плохо помню. Так, 2013 года. Самый смешный. Что делать жителям домов, у которых нарушены вот эти вещи? Значит, прежде всего, в СНИПе радостно написано, что если это он подлежит реконструкции, то лифты ему все равно не положено. Вообще, у нас лифты с пяти этажей начинаются сейчас. Ну, если дом территориальностируют, если надстраивают шестой, седьмой, восьмой этаж, нифига, будете сидеть без лифта. Это не положено. Хотя пристроить лифты не составляет никакого труда. Почему? В силу того, что, вы знаете, стоимость лифтов во всем мире чрезвычайно завышена. Ну, вот такая особенность. Значит, не соответствует стоимость их сложности. А все связано с остройой необходимости. Люди будут платить, чтобы ехать на девятый этаж. Или на 15-й, или на 25-й. Возможно, поэтому в стоите в тормах написано, что при реконструкции совершенно не обязательно, и при этом при настраивании этажей, совершенно не обязательно устраивать лифты. Понимать это надо так, что это не вы, это за ваши деньги отдельно. То есть, если реконструкция будет долевым образом исполняться, допустим, город жителей, да, или ведроство жителей, то лифты из вашего кальмана. Это достаточно дорогое удовольствие, и практически никто на это не идет. Ну, что вам могу сказать? Это по поводу пантуса. Пантусы должны быть всегда шероховатыми. Кстати, это требование к лестницам. Поверхности только шероховатые. Никаких плиток, никаких... Ну, то есть, плитки, пожалуйста, но шероховатые. И должны в основном по ширине соответствовать тому, чтобы рядом с колясочником рядом могут находиться сопровождающие. Мало кто вообще придерживается этого требования. Ну, хорошо. Вот я могу сказать, что при высоте подъема на полтора метра длина пантуса будет от 15 до 30 метров. Ну, что такое, на самом деле, пантус. Это очень плавный подъем, очень безопасный, очень удобный, но он не распространен. Его проектируют специальным образом. Можно в любом... Почти в любое здание можно встроить, но это специальное объемно-планировочное решение. Ну, у нас они не употребляют. Вот, собственно, все. Единственное, что я не сказала, для лестниц... У нас же есть еще в подвала входы. Два варианта. Те же лестницы опускаются, но это не обязательно. В домах до 60-го года ширина входа, значит, лестниц, лично маршрую ведущих подвалы, полуподвалы и даже цоколи. А вообще 90 сантиметров. Почему цоколь это поближенное, я не понимаю. Цоколь это полнокровная, полновесная часть эксплуатируемая жилого здания. Ну, вот так определим. И уклон у них один на 25. На метр, метр 25 можно наряд вниз. Количество лестничных ступеней. Такая особенность малоизвестная. До недавнего времени у нас запрещены были лестничные марши длиною более 18 ступеней. Сейчас я не нашла этого требования. Возможно, я не туда смотрела. Только он тоже бывает. Чем это связано? Вы все смотрите кино и регулярно видите, как в западных фильмах роняют человека с лестницей, он внизу уже со сломанной шеей. Ну да, есть 30 ступенек. 100 ширя, обратите внимание. Девушка скармливает у нас, падает с такой вот безумной лестницы. Скатиться с нее без повреждений практически невозможно. С таких величиней. Очень распространено в Южном Америке, если вы посмотрите, там входные лестницы есть, они не закрываются, дверями не очень.